Доброе утро, уважаемые телезрители! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В прошлый раз мы говорили о великопостном богослужении. Мы говорили о том, что общее настроение этого богослужения можно назвать как настроение светлой печали. И человек, входящий в церковь во время великопостного богослужения, имеющий только ограниченное понятие о богослужениях, почти сразу поймет, что означает это с виду противоречивое выражение – светлая печаль. С одной стороны, действительно, известная тихая печаль преобладает во всем богослужении. Облачение темное, службы длиннее обычного, более монотонное, почти без движения. Чтение и пение чередуются, и такое ощущение, что как будто ничего не происходит. Но через определенные промежутки времени священник выходит из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву, о которой мы говорили в прошлый раз. И после каждого прошения этой молитвы все присутствующие в церкви кладут земной поклон. И так в течение долгого времени мы стоим в этом единообразии молитв, в этой тихой печали. Но в какой-то момент мы сознаем, но в какой-то момент мы сознаем, что эта продолжающаяся единообразная служба необходимо. Необходимо для того, чтобы мы почувствовали тайну и, может быть, в начале незаметные действия в нашем сердце этого богослужения. И постепенно, мало-помалу мы начинаем понимать или, скорее, чувствовать, что эта печаль действительно светлая, что какое-то таинственное преображение начинает совершаться в нас. Как будто мы попадаем в такое место, куда не достигает шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже ночи. Место, где вся эта суета не имеет над нами власти. Все, что казалось таким важным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое стало почти нашей второй природой, куда-то исчезает. И мы начинаем испытывать освобождение. Чувствуем себя легкими и счастливыми. Это не то шумное поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз на день. Такое хрупкое и непостоянное. Это иное, глубокое счастье, которое происходит не от одной определенной причины, но от того, что душа наша, по словам Достоевского, прикоснулась к иному миру. И прикоснулась она к тому, что полно света, мира, радости и невыразимой надежды. Мы понимаем тогда, почему службы должны быть длинными и как будто монотонными. Мы понимаем, что совершенно невозможно перейти из нормального состояния нашей души, наполненной суетой, спешкой, заботами, в этот иной мир, без того, чтобы сначала успокоиться, восстановить в себе известную степень внутренней устойчивости. Вот почему те, которые думают о церковных службах только как о каких-то обязательствах, которые всегда спрашивают о минимальных требованиях, как часто мы должны ходить в церковь, как часто мы должны молиться, исповедоваться, причащаться. Такие люди никогда не смогут понять настоящего значения богослужения, переносящего нас в иной мир, в присутствие самого Бога. Но переносят они нас туда не сразу, а медленно, благодаря нашей падшей природе, потерявшей способность естественно входить в этот иной мир. И вот когда мы испытываем эту, это таинственное освобождение, легкость и мир, печальное однообразие богослужения приобретает новый смысл. Оно преображено, оно освещено внутренней красотой, образно говоря, как ранним лучом солнца, которое начинает освещать вершину горы, когда внизу в долине еще темно. Этот свет и скрытая радость исходят из счастья пения Аллилуйя, из общего настроения великопостных богослужений. И то, что оказалось на первый взгляд однообразием, превращается теперь в мир. То, что сначала звучало печалью, воспринимается теперь, теперь как самое первое движение души, возвращающееся к утерянной глубине. Это то, что возвещает нам каждое утро первый великопостный стих. От ночи утреннеет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления твоя. То есть, с раннего утра мой дух устремится к тебе, Боже, потому что твои повеления – свет на земле. И в прошлый раз мы говорили о великопостной молитве Ефрема Сирина. Я напомню для всех нас ее слова. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Души целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен яси во веки веков. Аминь. И мы тоже об этом говорили в прошлый раз, что эту молитву можно действительно назвать великопостной молитвой, так как она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Великого Поста. Первая часть этой великопостной молитвы, о которой мы говорили в прошлый раз, это крик из глубины человеческой беспомощности, праздность, уныние, любоначалия и празднословия. А затем молитва переходит к положительным целям покаяния. Их тоже четыре. Целомудрие. Если не придавать этому слову, как это часто делают, только его физиологическое, побочное значение, то его надо понимать как положительную противоположность духа праздности. Праздность прежде всего означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, нашей энергии, невозможность видеть вещи, как они есть в целом. И вот противоположность праздности есть именно целостность. Но вот часто считают целомудрие добродетелью, противоположной какому-то развращению. Но это происходит только благодаря тому, что изломанность нашего существования нигде так себя не выражает, как в разврате. В отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного контроля. Христос восстановил в нас целостность, восстановил нашу настоящую иерархию ценностей, приведя нас обратно к Богу. И первый чудесный плод этой целостности или целомудрия – смирение. Мы уже говорили о нем в наших передачах и не однажды. Оно прежде всего победа правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно живем. Одни смиренные готовы жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть величие, доброту и любовь ко всем. Вот почему и сказано, что Бог смиренным дает благодать и противится гордым. За целомудрием и смирением, естественно, следует терпение. Падший в своей естественной природе человек нетерпелив, так как не видит самого себя, он скор на суд и осуждение других. Это понятия обо всем неполные, изломанные, искаженные. Поэтому он судит обо всем согласно со своими вкусами и со своей точки, а лучше прозвучит в данном контексте кочки зрения. С другой стороны, он равнодушен ко всем, кроме как к самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него стала немедленно удачной, чтобы жизнь стала немедленно красивой и по-настоящему богатой. И на этом фоне терпения поистине божественная добродетель. Господь терпелив не потому, что он снисходительно к нам относится, но потому, что он видит, прозревает реально саму глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим и которая открыта ему. И чем больше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся, тем более отражаем в себе свойственное одному Богу бережное отношение, уважение к каждому отдельному человеку и к каждому отдельному существу. К каждому отдельному предмету, ко всему на земле. В завершение венец и плод всех добродетелей, всех усилий и подвигов есть любовь. Та любовь, которая может быть дана одним Богом, это тот дар, который является целью всего духовного подвига и духовного опыта. Все это сведено воедино в последнем прошении Великопостной молитвы, в котором мы просим. Я особо обращаю наше с вами внимание на эти слова. Видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего. Знаете, как бы много и долго мы дальше не рассуждали не только об этой молитве, но и вообще о теме Великого Поста, перед нами стоит одна главная опасность – гордыня. Гордость – источник зла. И зло – источник гордости. Недостаточно просто видеть свои прегрешения, потому что даже этот кажущийся добродетель может обратиться в гордость. И Писание святых отцов и учителей Церкви полны предостережениями против этого вида ложного благочестия, которое на самом деле под прикрытием смирения и самоосуждения может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы видим наши грехи и не осуждаем брата своего, когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда главный враг – гордость – уничтожается в нас. После каждого прошения молитв мы кладем земной поклон. Не только во время молитвы Ефрема Сири накладут земные поклоны. Они составляют отличительную характеристику всего великопостного богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше и полнее всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет души от тела. Человек отпал от Бога весь целиком – душой и телом. И весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно в победе плоти, животной и рациональной похоти в нас над духовной, божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято, так свято, что сам Бог стал плотью. И поэтому спасение и покаяние – не презрение к телу, не небрежение им, но восстановление тела в его настоящем служении, как выражение жизни Духа, как храма бесценной человеческой души. И весь христианский аскетизм – не борьба против тела, но за него. Вот почему весь человек душой и телом кается. Тело участвует в молитве души так же, как и душа молится не вне, а в своем теле. Таким образом, земные поклоны – это некий психотелесный знак покаяния и смирения, поклонения и послушания. Вот почему земные поклоны являются отличительной чертой всего великопостного богослужения. Таков печальный свет, такова светлая печаль Великого Поста, печаль моего изгнания, растраченной жизни, света Божьего в присутствии и прощения, радость возродившейся любви к Богу и мир возвращения в дом Небесного Отца. Таково настроение великопостного богослужения, таково его первое соприкосновение с моей душой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok